Привет! Рад тебя видеть на своем уроке по портеру или флоу-ворк. Сначала мы с тобой сделаем разминку. Ну что, давай сделаем небольшую разминочку. Начнем с головы. Движение вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. По кругу. Ты можешь повторять это все дольше. Когда вы чувствуете теплоту в ваших мышцах, то значит все хорошо. Хорошо. Пол круга. Раз. Пол круга. Два. Пол круга. Три. Пол круга. Четыре. Потянули шею. Плечом давим вниз. Головой к противоположному плечу. То же самое сделали с другой стороной. Окей, хорошо. Разомнем плечи. Берите большую амплитуду. То есть старайтесь описывать максимально большой круг плечами. Можно представить, что вы этот круг рисуете на стенах, которые у вас справа и слева. И что эти круги не вот такие маленькие, например, а очень-очень большие. Да. Окей, хорошо. То же самое. И вперед мы с вами делаем. Да. Чувствуем, как у нас разогреваются дельтовидные мышцы. Мышцы шеи в том числе. Да. Хорошо. Немножко поработаем грудной клеткой. Выдавливаем вперед. Давливаем назад. В сторону. И в другую сторону. Один. Два. Три. Четыре. Один. Два. Три. Четыре. Можно в другую сторону. Пам. Пам. Можно комбинацию. Сделать по кругу и зациклить ее. То же самое. Можно сделать в другую сторону. Потом. Сделать это без пауз. В другую сторону. Также чувствуем, как мы. Представляем, как мы ребрами описываем круг на полу. Как у себя. Очерчим. Ага. Окей. Дальше то же самое. Мы с тобой проделаем. И с бедрами. Чертим круг вокруг себя. Можно это делать, естественно, дольше. Окей. Двигаемся дальше. Колени. Идет движение по кругу. Другую сторону то же самое. Окей. Дальше. Раскрываем. Наружу. А теперь делаем это то же самое. Хорошо. Далее сделаем упражнение. Роллап. Роллдаун. Ноги можно ставить на ширине таза. Чуть-чуть надавить на пальцы. Как бы капельку перенести вес вперед. Буду показывать боку. И мы с вами позвонок за позвонком опускаем вниз. То есть, мы как бы стекаем вниз. Опустились. Дальше. Сгибаем колени. И так же, начиная от хлопчика, позвонок за позвонком мы вытягиваем наверх. Когда встает у нас затылок на место, колени тогда разгибаются до конца. Не должно быть вот такого. Оп. Нет. Пока мы выравниваем позвоночный столб, ноги одновременно выпрямляются. параллельно. Еще раз. Окрал даун. Мы как когонь скрутились. И дальше нас развернули обратно. То же самое мы можем сделать вбок. Мы уходим в сторону, скручиваемся под тяжестью головы, потом присоединяется к нам уже плечо. Оп. И так же вырастаем обратно. Голова. Дальше. Стекает плечо. Происходит скручивание. Сгибаем колени. Уходим вниз. Оп. И уходим туда. Можно сделать это как разогрев, потом быстро. Ролл даун, ролл ап, в сторону, в сторону. Можно добавить руки, чтобы растянуть боковую поверхность. окей. Двигаемся дальше. Продолжение ролл дауна. Используем тяжесть головы. Начинаем так же как ролл даун. Уходить вниз за головой. Сгибаем колени. И делаем упор на руки. Медленно. Ролл. Сгибаем колени. Оп. Обязательно упираемся на всю поверхность ладони. Вот таким образом не ставим руку никогда. Оп. Оттолкнулись и ролл ап. Вот это упражнение обязательно нужно проделывать. Это у нас получается такой хороший разогрев. Можно сделать раз 15 20 туда-обратно. Это будет классный разогрев. Смотри. Бегимся дальше. Постоим в планочке. руки на ширине плеч. Вот так покажу еще. Позвоночник выравниваем. Смотри, как это сделать нужно. То есть, мы не опускаем бедра, мы не задираем шею и не смотрим себе в купок. Мы смотрим перед собой. Тем самым, мы выравниваем позвоночник. Далее, не сводите лопатки. Представьте, что вы лопатками вы их разводите и как бы выталкиваете поверхность, которая сверху. Вот таким образом вы стоите в планке. Минуту, полторы, две можно спокойно стоять. здесь хорошо у нас работают мышцы пресса. Ну и, естественно, руки тоже выражаются. Окей, постояли. Также вы можете сделать локтевую планку. И собираем вот такой зал. Дальше я рекомендую отжаться. также корпус наше тело в состоянии планки. Руки можно поставить чуть пошире. Кому-то так будет проще. Опустились вниз, поднялись вверх. Кончиком носа можно коснуться пола. Не надо касаться груди, потому что когда мы касаемся груди, у нас идет здесь прогиб лопатки. Он в принципе нам не нужен. Есть разные виды отжиманий и в общем они предназначены для разного. Чтобы например закачать какую-то группу мышц. Наша задача научиться амортизировать в первую очередь в полу. Вот позвоночный столб нам нужно держать ровно. Окей. Вот мы начинаем. Кончиком носа я коснулся. Пошел дальше. Вдох на опускании. Выдох на подъеме. Можно дышать носом. коленочки совсем сложно отжиматься просто от рук, можно коленочки поставить на пол и делать то же самое в таком положении. Ну, а если ты супер герой, то ты можешь еще отжаться вот в таком положении, когда у тебя руки на ширине плеч и сгибать руки вдоль корпуса, то есть не отрывать их. Вот. Ну и дальше ты уже можешь использовать всякие другие отжимания с лапочками и так далее. Мы с тобой сейчас уходим в пол с помощью поворотов. ставим ногу на крис и уходим вниз. А это еще разок. Наша задача повернуться на 360 градусов. Можно это делать более изящными способами. Например, мы заносим прямую руку, у нас идет спираль, вот дальше подключаются руки, голова. Далее отсюда мы делаем что-то похожее на колесико, наверное все помнят что-то колесо было. Вот такой вот элементик. Но мы его делаем двигаясь по кругу. Не обязательно выпрямлять ноги, точнее даже лучше их не выпрямлять. То есть у нас получается что мы как бы хотим заглянуть за себя. Ставим руку правую, ставим руку. Сейчас левую, но перед этим отрываем еще левую руку. И приходим вот в такое положение. Какую-то четкую геометрию соблюдать не обязательно. Самое главное, чтобы мы двигались сейчас непрерывно в потоке. Поехали. Попробуем соединим. Соединим. После этого мы поднимаем бедра и продолжаем руковое движение. Мы поднимаем. В это время мы доворачиваемся. Используем макри руками. Окей? Соединим. Медленно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-пам. Оп. Пам. И вот мы пришли сюда. Отсюда мы отталкиваемся. Видите, у нас стопа активная. Правой ногой отталкиваемся. Оп. Поднимаем левую. Оп. Правую. Еще раз покажу боку движение. Вот и все. Да. можно попробовать с разных ног. Например, левая правая. Оп. Правая левая. Оп. И так далее. Итак, еще разочек соединяем все вместе. Поворот. за лицо. И выставляем эту ногу в сторону. Дальше учим следующую упражненцу. Мы его делать будем из стороны в сторону. Наша задача переставлять ручки на и ноги тоже. И получается мы вот такие вот хоп издав паучки, насекомые. Ага. Теперь мы делаем то же самое, только чередуем голеностоп с полупальцем. Получается вот такое упражнение. Хоп, голеностоп, голеностоп, крест, крест, полупальца, голеностоп, голеностоп, крест, крест. Раз и два и раз и два и раз и два и другу здорово. Тем самым способом мы двигаемся по кругу. Вот мы остались в таком положении, начинает левая нога двигаться по кругу. Раз, правая, трез, хоп, пошире вставить, хоп, хоп, и здесь делаем вот такую оттяжечку и то же самое уже с правой ноги в другую сторону. Есть. Соединяем. дальше отсюда мы делаем похожее движение со сменой ног, но с помощью такого джима, потом опускаемся вниз. Затем делаем достаточно динамичный заман рукой, хоп, как бы стремимся прийти в позу эмбриона, это когда наша голова стремится к нашим коленкам и локти тоже, но мы эту позу не завершаем, хоп, мы закрепляем правую руку на полу как присоска и просто докручиваемся вот сюда. и вот такое вот Т-образное положение у нас осталось. Давайте еще разочек отсюда нога, нога, хоп, и резко хум, хум. Собираем все вместе. после занятия партером мы можем потянуть например ручки, потому что у нас как раз основная нагрузка была на них. Мы можем потянуть плечо вот таким вот образом, вот этой рукой мы выводим другую руку как бы за себя назад. То же самое мы проделываем вот с этой рукой, да, после этого мы можем взять себя за локоть, занести руки над головой и уже потянуть вот до этого поверхности. То же самое мы можем сделать сюда. Кому мало, можете раскачать себя вперед, назад, чтобы потянуть больше поверхностей. Обязательно растягиваем кисти. Вот кисти лучше растягивать и разминать и до и после. Можно это делать то же самое в артере. Не забываем про компенсацию. Сейчас мой вес не только на руках, он еще так же и на ногах. То же самое мы можем сделать наверху и еще разочек расшевелить сустав из теории. В начале или в конце это можно сделать. Да. Можно потянуть трицепс вот таким вот образом. Можно взять сюда в замок. Но с другой рукой соответственно сделать то же самое. Мы можем также использовать другие поверхности для растяжки, например, стену и растянем грудной отдел вот таким вот образом. вот таким вот образом. То есть мы стремимся как бы плечом к стене, но при этом другим плечом к стене не скручиваемся, а наоборот создаем противоход. Да, то же самое мы делаем и с другой рукой. Если хочешь, с трицепс можно сделать то же самое. Можно таким образом еще себя растянуть, потянуть вот эти поверхности. На сегодня это все. Учи, репетируй, тренируйся легкого пола. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok